если проблему можно решить то не стоит они беспокоиться а если решить ее нельзя то беспокоиться о ней бесполезно вот такой вот проблемой современности являются женщины которые постоянно ведут агрессивную и усиленную борьбу за свои права хотя у женщин сейчас прав больше чем у мужчин и это факт но феминисткам как и нимфоманкам всегда мало они хотят большего а вот чего именно сами не знают приветствую вас подкаблучники с остальным характером с вами федорович а в этом видео мы посмотрим на бои в которых дамы вызывали на поединок мужиков чтобы доказать свою мощь и силу ну а чем это заканчивалось давайте любоваться научно доказано что когда мужик поднимает сковоронитку которую не смог всосать пылесос он бросает ее обратно чтобы дать ему второй шанс поэтому не стоит удивляться когда мужики дают шанс красоткам проявить себя в реальных боях по мм а вот только этот бой был никаким не показательным а соревновательным поэтому дядя совсем не щадил даму и припечатал ее довольно жестко ва 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 да Мы запускаем эксклюзивный розыгрыш Пять автомобилей BMW и множество денежных призов ожидают своих победителей Не упустите ни одной важной детали Следите за новостями на нашем сайте и подписывайтесь на наши социальные медиа От игрока к победителю с Вавада Глупый человек пытается оправдать свою ошибку, а мудрый исправить А вот глупость или мудрость драться мужикам против женщин, это каждый решает сам А этот красавчик для себя все решил Поэтому когда профессиональные кикбоксерши наехали на мужиков в зале, рассказывая про свою мощь Мужик согласился с ними зарубиться И нужно отдать должное как девочкам, так и мальчику Заруба получилась славной Хотя в таких боях мужика в любом случае будут считать проигравшим Ведь если ты победишь, скажут побить женщину много ума не надо А если проиграешь, засмеют и скажут, что ты слабак, который проиграл девчонке Так что мужик все равно герой Каждому мужчине в жизни нужны три женщины Мать, жена и хотя бы еще одна, которая считает его мужиком Ну и конечно же каждый мужик должен хотя бы раз в жизни подраться с женщиной Пускай даже с женой и не в полную силу Чтобы хоть на мгновение ощутить себя сильным полом Но это не всегда получается, ведь частенько сковородка в руках жены одерживает победу Над затуманенной зеленым змеем головой мужа А в этом эпичном поединке сошлись два начинающих боксера При этом девочка работает довольно неплохо, хотя и однообразно Постоянно пытаясь делать оттяжки Пацанюрак такой тактики соперницы приноровился быстро и стал отвешивать смачные плюхи Симпатичная личика, что и заставило тренера бой остановить Пшеница зреет, голову клонит Человек богатеет, голову задирает А когда поед чего-то достигает, гордыня может взять верх И тогда такой воин начинает искать себе жертву для самоутверждения Вот один из таких интересных боев Девочка-боксерша сошлась в бою с мальчиком-теквандистом Как мы видим на видео, никто не играется в поддавки Особенно теквандист, а рубится на полную Постоянно пытаясь выключить даму ногой в голову Девчушка тоже не пасет задних и гоняет прыгучего паренька по всему татам Ну а кто же в этом бою оказался круче, решайте сами Для настоящего мужика помощь по хозяйству – это поднять ноги, когда жена пылесосит А то, что у нас в ринге настоящий мужик – это видно сразу Пузатый волосатый мужичаро под 50 лет – это Бутаего Обыкновенный владелец автомастерской, который к боям не имеет никакого отношения Его соперница – молодая профессиональная рестерша Лаура Кто? Зачем? Почему? И вообще с какого перепугу организовал этот бой, я понятия не имею Но владея этими данными, можно предположить, что Девуля заехала отдать свою машину на ремонт И объяснила, в чем проблема А дядька сказал, что тук-тук-тук – это мелочи А вот пых-чих-пых обойдется недешево После чего, видать, Растершу не устроило качество ремонта и они зарубились Сначала на СТО, а потом и в ринге Но мужик все-таки недаром выпил вечером двушечку пенного, отчего сегодня был лучше Хороший купец не выкладывает весь товар сразу А хороший мастер не показывает сразу все приемы Китайцы не были бы китайцами, если бы уже на протяжении сотни лет Каждый день не пытались доказать, что их кунг-фу круче любого традиционного стиля Хотя, как-то эти попытки пока что безуспешны Но мастер Вин Чун на видео в этот раз решил не прогадать И чтобы все наверняка получилось, вызвал на бой боксера, только девушку Но то ли девушка была слишком мастеровитой, то ли мастер плохо тренировался 20 лет Но что-то как-то все было неубедительно Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик Становитесь спонсором канала и делитесь видео в соцсетях А в комментах напишите, сколько женщин победили вы или проиграли Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках Субтитры сделал DimaTorzok